Доброго времени суток С другой стороны, это, конечно, не формат для того, чтобы поговорить о всех десяти заповедях, но есть одно правило во всех этих десяти заповедях, которые действительно ложатся в основу современного цивилизованного общества и даже, я не говорю сейчас только о христианстве и исламе, даже самые атеисты, агностики или просто ленивые серьезно относятся к десяти заповедям. Или даже если не к заповедям, например, у меня есть один знакомый, который написал свои десять заповедей. Я задал ему вопрос, а почему именно десять? Ведь можно было пять, четыре, семь, одиннадцать. Он не понял моей иронии и сказал, главное, что это мои. Но действительно есть во всех этих заповедях одно правило, которого касаются какие-то заповеди напрямую, какие-то косвенно, это запрет идолопоклонства. Первая заповедь говорит, я ваш бог, вторая не будет у вас других богов, дальше изображение и так далее, но вот именно об этой заповеди, заповеди, которая напрямую говорится о запрете поклоняться каким-то изваяниям, каким-то изображениям. Некоторые к этому относят также и запрет изображения бога как такового, прямой запрет на идолопоклонство чему-то. И, конечно же, я думаю, что сегодня мы прекрасно понимаем, что идолопоклонство — это не поклонение каким-то истуканам или изображениям, или даже иконом или картинкам. Нет, сегодня, в 21 веке, наше идолопоклонство гораздо более продвинутое. Есть что-то, чему мы не можем, что мы не можем перебороть. Настоящее сегодня идолопоклонство — это идолопоклонство самому себе. Я — это главный бог. Что я хочу, как я хочу, кому мне это нужно, ну или более продвинутое, как я думаю, как я считаю, как я полагаю, я знаю гораздо лучше я, 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 я. С этим поклонством бороться очень сложно, но Тора уникальным образом подчеркивает именно это современное идолопоклонство, потому что, что нам говорится, нельзя делать картинки. Вы знаете, я перед этим видео открыл, подумав об этом, открыл свой селфон. И оказывается, там в фотогалерее есть целый раздел, который называется селфи, который показывает все те картинки, которые ты фотографировал себя. Оказалось, у меня там, мне прямо стыдно об этом говорить, 243 картинки себя самого любимого своего селфи. Да, в основном это все картинки с детьми, с женой и так далее, но я думаю, что ни для кого из вас не секрет, что сегодня нас мало интересует Колизей или Ангерварт, или пирамиды Хеопса, или пирамиды Чеченицы, или даже Стена Плача. Нам важнее наше изображение на фоне всего вышеперечисленного. Даже для этого служения придуман инструмент, называется, по-моему, селфи-палка, то есть уже даже друзья не нужны. Я сам себя сфотографирую и сам создам из себя кумира. Ну, а потом там всякие лайки, смайлики и другие подношения на алтарь самого себя. Но Тора не оставляет нас без лекарства. Прямо в 10 заповедях, в 4 заповеди приводится сразу и лекарство. Это, конечно же, шаббат. Шаббат — это тот день, когда мы откладываем в сторону наш телефон со всеми бесконечными селфи. Это когда мы красиво одеваемся не для Инстаграма. Это когда мы красиво накрываем на стол вкусную еду не для наших сториз. Это когда мы собираемся со своими близкими не для того, чтобы их тагнуть. Это настоящая детоксикация от идолопоклонства самому себе. Поэтому шаббат — это ответ сегодняшнему идолопоклонству. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok